А с кого-то взятки гладки. Генпрокуратура закрыла уголовные дела в отношении экс-премьера Арсения Яцунюка. Напомню, производство открыли после обращения нардепа Дмитрия Добродомова. Парламентарий требовал разобраться, брал ли экс-премьер взятку в 6 миллионов долларов от нардепа прошлого созыва Игоря Скосаря. И еще 3 миллиона за назначение на должность руководителя концерна РРТ Владимира Ищука. Но, как сообщил сегодня замглавы ГПУ Дмитрий Старожук, генпрокуратура дела закрыла из-за отсутствия правонарушений. Занималось этим главное следственное управление под руководством Столерчука. И пришло к выводу, что все это выдумки, которым не нашли подтверждение. И вот, что об этом думает сам Дмитрий Добродомов и его коллега по парламенту Сергей Каплин, которые также не раз заявляли о мафии бывшего премьера. Если эта справа закрита за отсутствие склада злочину, то какую ответственность, например, если Скосар сам сбрехал, мае понести он тогда в данном случае. Я скерувал повторное заявление до Генеральной прокуратуры, чтобы они не занимались подписками имечными. Не просто на защиту каких-то договорников или договорностей, просто закривали себе так раптом справы за подданием народного депутата, который сам признался в участии в злочине, в том, что он давал хабар. Причем хабар в сумме 6 миллионов долларов, это какие-то абсолютно божевильные деньги. И это чистый факт политической коррупции. Я сейчас ждем ответа на это. После переформатирования коалиции, посаду заступника Генерального прокурора Украины за квотой Народного фронта посел граждан Сторожук. Их 2300 справ. Это 2300 проведений на десятки миллиардов гривен, которые были вкрадены бандой Яценюка за последние два года его деятельности в качестве премьер-министра Украины. И мы добьемся, чтобы он был начинен за грати. Яценюк крав гроши на оборудках с газом. И эта сумма близко 3 миллиардов гривен. Есть конкретное проведение, что до Яценюка. Есть отдельное проведение про хабар с Косаром, когда Иванчук, Яценюк фактически взяли гроши за место в списке для одного из народных депутатов.